Ставропольский проект «Волонтеры гостеприимства» стал одним из победителей первого в 2019 году конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Как надо правильно встречать гостей и все ли они дорогие, расскажет моя гость Елена Михайловна Козак, руководитель проекта. Здравствуйте! Здравствуйте, гости дорогие! Правильно я начинаю, скажите? Ну, потрясающе! Здесь всегда гостеприимная обстановка в этой студии, атмосфера, о чем мы говорим, когда говорим про волонтеров гостеприимства. Дело в том, что действительно все время, не устаю повторять, это наша общая ценность, это наш культурный код, это то, чем всегда славится Кавказ, кавказское гостеприимство. И действительно, на первый взгляд может показаться, что все здесь просто, улыбнуться, распростерты объятия, соответствующие случаю слова приветственные. Мы хотим, чтобы это было глубже. Давайте поясним нашим зрителям, тем, кто впервые сейчас включил телевизор, увидел вас у нас в гостях, волонтеры гостеприимства. Вот я, допустим, уже, вот вы часто же ко мне приходите, я уже прониклась просто вашим духом вот этим. Мы вам обязательно подарим нашу футболку брендированную. В прямом эфире сказали так, что уже не отвертитесь. Тогда приглашайте еще раз. Ребята, волонтеры встречают туристов, людей, которые приезжают в Ставропольский край, то есть гостей, и проводят им экскурсии какие-то, рассказывают, куда лучше сходить. То есть, ну, хозяева. На самом деле, вы знаете, не стоит задачи подменять собой экскурсоводов. Другой момент, что разным гостям, особенным гостям нужны особенные иногда экскурсии. Ну, вот недавно у нас отгремела наша грандиозная студенческая весна стран Брикс и Шосс. И, конечно, все на высшем уровне было организовано и дирекцией, и партнерами, и, конечно же, волонтерским, основным волонтерским корпусом. В том числе были силами экскурсионного бюро организованы и штатные, скажем так, экскурсии гостей на Кавказские минеральные воды, в Пятигорске и в Кисловодск. А нам, как волонтерам гостеприимства, предстояла миссия создать ту душевность, ту атмосферу, необыкновенную, незабываемую, которая вот наших гостей окончательно влюбила бы в Кавминводы, в наши курорты, в наши Ставрополь и, конечно, в нашу страну, ведь было очень много гостей иностранных. Много посетило КМВ? Вы знаете, да, приехало около 700 тысяч делегатов, они приезжали в течение трех дней, третий день был самый напряженный, 360 человек приехали в Пятигорск одним днем, конечно, колоссальная была нагрузка на экскурсоводов. А готовы были к такому количеству людей? Да, вы знаете, у нас задача была, на самом деле, она была ответственная, но вместе с тем она по времени занимала не так уж много, да, то есть мы придумали какие-то уникальные фишки, где-то гости должны были на бегу поставить свою подпись, подписать большую открытку, да, где-то мы открытки сделали для них сами, наши брендированные, с нашими прекрасными видами кавказских минеральных вод, чтобы они показали, как красиво вернувшись себе домой. А где-то мы подарили им в баночках воздух Кисловодска и в мешочках кавказское долголетие в виде чебреца. Все, в том-то и дело, все это придумывают сами ребята, сами волонтеры. Вот в этом и есть такая творческая самореализация. Так вот на будущее, если вы приедете на КМВ, вам обязательно должны подарить баночку. С воздухом Кисловодска чистейшим, да, и мешочек с кавказским долголетием травы чебреца. К сожалению, из-за того, что мы очень долго, вернее, мы очень быстро готовились, да, потому что очень долго согласования шли, да, и подготовка, она проходила буквально в течение двух-трех дней уже непосредственно к самой атмосферной встрече. А вот поэтому нам пришлось травы покупать у бабушек на рынке. Ну, тоже хорошо, поддерживаем отечественного производителя. А в следующий раз мы понимаем, что мы сами уже пойдем с ребятами, насладимся сами нашими прекрасными горами, разнотравьями. То есть сами еще и собирать будете. Да, конечно, будем собирать чебрец, упаковывать мешочки и гостеприимно раздавать гости. Присоединяйтесь, прям звучит вот это, да, присоединяйтесь. Да, у нас волонтеры-гостеприимцы, это такая очень дружная команда, куда может влиться абсолютно каждый человек, независимо от возраста. У нас и серебряные волонтеры, мы, кстати, сегодня с ними провели очень важное такое действие. Мы были на экскурсии в музее «Россия. Моя история», и эта экскурсия была полностью посвящена краеведению. Сейчас стартовал проект Общероссийского народного фронта, с чего начинается Родина. И задача наша как раз заключается в том, чтобы лучше свою малую Родину узнать, в ее уникальности, значимые исторические события, например. И, конечно же, то самое необыкновенное, что есть только у нас, что притягивает туристов. Вот мы это изучали, и сейчас наши серебряные волонтеры, и наши волонтеры культуры, волонтеры гостеприимства готовы рассказывать туристам, гостям еще больше интересных, уникальных фактов. И показать еще больше интересных, замечательных мест, которые, конечно же, их на всю жизнь влюбят в Кавказ. И они будут чаще и больше с семьями, с друзьями приезжать к нам сюда. Елен, вот времени мало, вопросов много. Давайте все-таки вернемся к тому, что я сказала вначале, что ваш проект стал одним из победителей. Он именно поэтому и стал победителем, потому что это такая вовлекающая история. Когда прошло, где проходило? Мы подали проект, как положено, в первую волну конкурса. И вот 31 мая стали известны победители. С июля у нас начинается финансирование. Это, конечно, колоссальная возможность расширять команду. Ведь нам очень важно, чтобы наши волонтеры были экипированы, чтобы их было сразу видно, если они работают, допустим, в аэропорту на железнодорожном вокзале, встречая гостей, или в курортном парке, или в местах туристского интереса. Чтобы у них были соответствующие бейджи. Нам очень важно, чтобы они были обучены. И не только могли просто воспроизвести механически какую-то информацию о том или ином событии, том или ином месте или традициях. Очень важно, чтобы ребята действительно от души понимали вот эту первооснову. Само кавказское гостеприимство, ведь оно очень многогранное. Гость – это божий посланник. И если мы изучим аналы истории, посмотрим на Северном Кавказе, абсолютно все народы, независимо от конфессии, исповедовали именно эту базовую ценность. Вот мы сейчас сразу к кавказскому гостеприимству, я так понимаю, расширяемся. Совершенно верно. Совершенно верно. Благодаря грантам, потому что их уже два, помимо фонда президентских грантов, теперь нас еще и поддержала Росмолодежь. И мы совместно с нашим постоянным ключевым партнером, Ставропольским государственным пединститутом, у которых есть своя успешная практика, молодой экскурсовод. Они ее реализовали целый год во всех четырех курортных городах КМВ. И вместе с фондом «Поседи Кавказ» мы расширяемся. И у нас появляется такая уникальная, совершенно уверена будет история, как волонтерский шелковый путь. Мы все знаем, что большой участок великого шелкового пути, он проходил именно по территории Северного Кавказа. И вот четыре республики Северокавказского федерального округа, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. И, конечно же, мы Ставрополье, мы становимся теми локациями, куда приезжают туристы. В первую очередь будут туристы-иностранцы. И там встречают их наши брендированные, специально обученные волонтеры. Рассказывают о традициях, создают атмосферу гостеприимства и радушия. Я предлагаю вам еще раз прийти ко мне в полдень, и уже конкретно про этот проект «Шелковый путь» мы расскажем поподробнее с вами. А можно я приду с представителями от всех республик? Мне кажется, это будет очень круто. Нужно, Елена Михайловна, просто нужно. Приходите, мы всегда рады гостям. Видите, у нас тоже свой проект гостеприимства, мы рады гостям. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за ваше гостеприимство. И надеюсь, что и наше гостеприимство благодаря вам транслируется повсеместно далеко за пределы Ставропольского края. Вот такие лучики счастья и добра мы послали нашим зрителям. Спасибо огромное. Я желаю вам успехов с вашим проектом и жду в гости. Приходите до свидания. До новых встреч.